Любое место делают люди. Что такое Николаевский блогер вообще? Я как бы всех их знаю, но я сама по себе. На трассе вместо моего знакомого Жеки Колбасника меня подобрал мой муж. Тут же ж феи, тут же ж Николай, все богини. Вы все обосрёте, сто процентов. Предпринимателям жопа, на пиздец, коронавирус. Жених мне достался уже с комбайна. И рассказывает всем про то, как меня носит на ручках мой заян. Это очень грубо звучит. Это ужасный сексизм. Подлюкащ, это все его мама, такая же крыса, как и он. Интересная жизнь и такая вообще киношная судьба. Да в жопу этот телефон, давай, подурачимся. Или там набухаемся в хлам и будем рыгать в одну сторону. И подкнать историю. Подумаешь, Николаев, справлюсь тут. Ну тебя ничего не боялось. Лилия Карая, Медит. Рассказывал мне, что наш пращур был козак. И в него был Карый Гинь. Коричневый, то бишь. Ну и вот так вот произошла наша фамилия еще с козацкого рода. Что был там козак, запорожский козак Карый. А в паспортном столе решили, что Карый, как бы, это твои проблемы, а ты будешь Кара. Ну и назвали меня так. Ну такая история, что на русском Карое, а на украинском Карое. Ну и так, и так подходит. Короче, мы уже начали получается. Всем привет. Это очередной выпуск «Время пить чай». Алена Карое наш гость. Сегодня побеседуем, попьем чаю. И вообще. Мне знаешь, что интересным первым делом сразу было узнать? Потому что, когда заходишь в твой профиль в Facebook, там написано, что ты работаешь с 15 лет. Да. Рассказать. Ой, с удовольствием. Вообще, конечно, ну, наверное, это выглядит как-то слегка спекулятивно, когда люди начинают рассказывать про свое тяжелое детство, про бедность, голодные 90-е, все такое. Наверное, все в какой-то период жизни пережили какую-то жопу, да, у всех что-то было тяжелое. Почему я написала, что я работаю с 15 лет? Я меняю периодически какие-то вот эти оглавления, я их периодически меняю. Потому что я как женщина, как в этом году кандидат, а теперь уже депутат, депутат, то есть теперь уже депутат действующий, постоянно сталкиваюсь со стереотипами. Ну, типа блондинка, что много ты там понимаешь, ты удачно просто вышла замуж, ну, и в общем, все вот это. Я стереотипы прям сильно не люблю. Ну, и, конечно же, может быть, это выглядит слегка оправдательно, то, что я пишу там, что я работаю, что все, что у меня есть, я заслужила, заработала. И, наверное, это так и есть. Но я это пишу намеренно, чтобы обратить внимание людей, что, пожалуйста, справляйтесь как-то со своими стереотипами, со своими вот этими, ну, навязанными идеями, которые вы пытаетесь постоянно всем прицепить. Работаю действительно с 15 лет, потому что папа у меня болел, и были очень тяжелые материальные такие периоды в нашей жизни. Мама работала в колхозе, а по ночам она устроилась на работу на пекарне. И когда я училась в девятом классе, я работала вместе, пошла работать вместе с ней. И мы работали сутки через сутки, отрабатывала я всю ночь на смене, пекла хлеб, булочки, там, пирожки, месила эти огромные тестомесы, ну, в общем, раскатывала, взвешивала тесто, ну, полностью, полноценно отрабатывала схему. Утром бы я шла в школу, и отработав целую смену, конечно, я на уроках очень часто просто залипала. Я досыпала, я там мечтала о том, когда это все закончится, и поэтому физику и химию, вообще я не знаю, но у меня был одноклассник Миша, Миша, дай бог тебе здоровья, я благополучно списывала. Вот, но так как я понимала, что всю жизнь так работать я не выдержу, я была хрупкая, худенькая девочка, поэтому какие-то предметы я все-таки учила хорошо. Читала много, училась хорошо. Когда школа закончилась, я сказала, мама, я так хочу в институт, все мои одноклассники поступили. А она мне говорит, дочь, хочешь, чей ты себя тратюй? Ну, так вот я всю жизнь работаю. Нормально, ну просто интересно вообще, там еще проскакивает то, что ты не из Николаева, приехала в Николаев, да? Да, да, это тоже еще, вот если честно, вот я очень люблю рассказывать о себе, очень, потому что мне кажется, у меня такая классная, интересная жизнь, и такая вообще, ну вот киношная судьба, такая история, очень интересная. Да, я, родители мои учились в Полтаве, но потом они учебу забросили, потому что походу мама училась еще чему-то, потому что родился еще мой брат. И они уже не справлялись с двумя детьми с учебой, они бросили это дело и уехали в Асканию-Ново, в Херсонскую область. Есть такой населенный пункт, поселок небольшой, где-то около трех тысяч жителей, вот, и родители, папы там жили, и вот мы все переехали туда. И там я пошла в школу, окончила ее, там была моя первая работа на пекарне, после школы я устроилась в обычный продуктовый магазин продавцом, и мне было первое время, конечно, жестко, как тяжело, потому что приходили мои одноклассники, они издевались, типа, что, Кара, ты же там хорошо училась, а теперь стоишь тут, бутылки у алкашей принимаешь. Ну, и, конечно, мне это все сильно било по самолюбию, но, с другой стороны, меня это очень закаляло. Я стояла и думала, суки, я вам докажу, просто, вот, вот я приеду на встречу выпускников на своей машине, я вас уделаю, просто. Это меня так мотивировало, никогда меня это не, ну, вот, не раздавливало, никогда. Я думала, вы все обосретесь, сто процентов. Так это все случилось. Хотя я люблю своих одноклассников, я им благодарна за то, что они меня мотивировали, и они меня научили очень важным, что критика, если она конструктивная, если это не просто поливание говном, а если это что-то конструктивное, а если ты умеешь это принимать с благодарностью, это тебе помогает, потому что, принимая критику с благодарностью, ты усовершенствуешься, и эти люди, они делают тебя сильнее, ну, как бы, подталкивают к развитию. Поэтому я ее принимаю, ну, и до сих пор, ну, если это уже, кажется, совсем, там, переходы какие-то, ну, уже не на критику, то я за себя могу постоять. Опять же, благодаря работе в магазине, потому что, когда ко мне приходили какие-то угашенные люди, у меня был держак деревянный, я вот уж перила там всех, и научилась за себя стоять. Потом я поступила в педагогический университет, я его окончила с красным дипломом. Потом я устроилась в школу работать, я работала в трех школах по совместительству, жила в поселке, а школы находились, одна школа 9 километров, другая 5 километров, ну, в селах разных. Сюда я ходила, в одну школу ходил школьный автобус, а в другие два, ну, я пешком добиралась. Сначала добиралась пешком. Вот это добирание научило меня поездкам с разными людьми и умению эффективно коммуницировать, потому что тебе нужно добраться. Вот, как я только не ездила, боже, и на брычки, и на мешках с сахаром, и шо хочешь, как я только на работу не добиралась. Потом брат привез из Севастополя мопед, такой как мини-чокер, ну, это хонда джаз назывался, такой как маленький Харли Дэвидс, вот это кукольный игрушечный был. Очень классный, четырехтактный, и это надо было видеть эту картину, я молода вчителька, английскую мову, Алена Олеговна. Сняла на той мопед, заводила туфли в рюкзаке, и я вот эти скорости левую ногу переключала, приезжала на работу. Это были лучшие годы в моей жизни, реально, это было очень интересно. Крутой опыт, дети, это супер источник энергии, они меня так заряжали. У меня был один ученик, Богдан, английский, ну, скажем так, это был не его конек, но я с ним так могла договориться, он мне говорит, Алена Олеговна, прокатите меня на мопеде, я говорю, вообще легко, но ты на английском сидишь тихо. Хорошо, все, я его прокачу два круга вокруг села, 7 утра, он уже на остановке, прокатили, он едет, значит, колочек, кизяки вид валяются. Счастливый ребенок, вообще, это так классно. И потом у нас батькинские сборы приходили, я бы целеную вас на английском все время так тихо-свык. Я говорю, уважаю. Ну, я же им не расскажу, да, что у нас там свои договоренности. Ну, в общем, три года я проработала в школе с удовольствием. Все было круто, я бы, наверное, до сих пор работала с детьми. Но мало платит. А как бы я и так всю жизнь прожила в нищете, и я думаю, это все, конечно, офигенно, но мне хочется кушать, и как бы одеваться, и что-то еще увидеть в жизни. Я написала заявление об увольнении, собралась уезжать к своему брату в Крым. И, ну, так сложилось, что в один прекрасный день на трассе вместо моего знакомого Жеки Колбасника меня подобрал мой муж. Вот такая вот история, да. И вот 11 лет мы живем вместе в Николаеве. Приехали сюда, это было очень-очень прикольно. Я всем рассказываю эту историю постоянно про то, как мы здесь начинали, как мы сняли посуточную квартиру, как он мне там дает журнал, вот эту газету Маклер, говорит, найдешь нам квартиру. Я в Николаеве первый раз в жизни никогда здесь не была, ни одного человека не знаю. Но у меня какой-то, ну, благодаря вот этому всему бэкграунду, был такой характер, типа, что, ну, и что, подумаешь, Николаев, справлюсь. Ну, типа, ничего не боялась. Вот я была как там, ничего не боялась. Алло, здрасте, почем квартира? Полторы, дорого, дорого, давайте торговаться. Ну, короче, нашла квартиру, все нормально. Мы туда переехали, я ездила в село за закаткой, за картошкой, там со всем. Это про вот эти периоды в нашей жизни можно целую книгу написать. Это надо видеть, вот я прям хочу сама себя увидеть, когда я стою в Армянске на перроне, в такой ставдеповской максимально страшной дубленке, уже такой вытертой просто. Непонятного цвета волосы, вот такие брови в два пальца, счастливое лицо максимально. У меня в одной руке мешок такой белый с картошкой, а в другой такой же мешок, а в нем подарок. И едет даже мой муж от своей мамы из Симферополя, и мы ездили, в общем, к мамам зимой, он к своей, я к своей. И в Армянске я к нему подсаживалась в поезд, и мы возвращались с Николаем. И я стою на этом перроне счастливая, улыбаюсь, потому что его поздравляю с 23 февраля, а во втором мешке у меня гитара, подарок для него. Но это вообще так классно. Поэтому я всегда, когда слышу, ну вот сейчас уже, что ну конечно, легко быть счастливым, рассказывать другим про успех, когда ты там путешествуешь по всему миру, когда у тебя свой бизнес, когда ты можешь баллотироваться в депутаты и так далее. И я всегда этим людям говорю, что самые лучшие моменты в моей жизни, а у меня они были тогда, когда у меня вообще не было денег. Вообще, когда я была просто на нуле. И это очень важное человеческое качество, уметь, ну вот кайфовать от момента сейчас, ну вне зависимости от там какой-то материальной оболочки. Но это приходит уже со временем, с возрастом, с опытом, когда ты начинаешь понимать то, что ты всё время ждёшь чего-то завтра, а жизнь проходит. Да. И ловить надо именно сейчас, потому что всё время всё самое тёплое, оно в воспоминаниях. Да. Вот такое человеческое жизнь. Мы какая-то такая пара, мы просто нашли друг друга, нам весело, нам очень интересно, мы можем часами о чём-то разговаривать. Вот в этом году, в январе, мы решили поехать в Израиль, из Шармешеха мы были в Египте, и он говорит, давай съездим в Израиль, мы там ещё не были, ну давай. Значит, нам сказали, что да, ребята, ну вечно разводняк на эти туры, и мы каждый раз говорим, не надо на это вестись, это разводняк, и всё равно покупаем. Ну, жизнь нас, конечно, ничему не учит. В общем, гудели мы этот тур, они говорят, там границу пройти быстро. Короче, часов 12 всё это длилось. Значит, и вот мы сели в автобус, едем часа 4 уже, он говорит, интересно, чем же вот отличается иудаизм от христианства. Говорю, господи, мой серьезный час настал. А теперь слушай. И 4 часа ему рассказывала историю, он мне говорит, откуда ты знаешь так много про религии и ведение? Я говорю, мы с тобой живем 11 лет вместе, но я ещё не всё рассказала. И это очень классно. И когда у меня там, знаете, это вот есть как бы пары, которые типа там всё разводятся, кризис. Это такой возраст просто, вот мне 33 года, там в начале возраста, когда все идут в университет, там первые влюбленности, подружки школьные меняются на подружек университетских. Потом университетские подружки какие-то отсеиваются, потому что кто-то выходит замуж, рожая детей, а ты как бы думаешь, какие дети, мне 23, и её же работает. Допустим, у тебя опять меняются подружки на какие-то коллективные. Потом всё-таки ты думаешь, ну ладно, как бы часики, все дела, рожаешь детей, у тебя появляются подружки по детям. Ну а сейчас у меня уже такой возраст, когда у меня уже и не по детям подружки, и не по институту, а уже какие-то другие, а те, которые были по детям, начинают по одной разводиться. И вот когда я там тоже, бывает, как-то поругаемся или ещё что-то, я думаю, господи, как люди разводятся. Ни один живой человек не выдержит второй раз всё то переслушать, что мой муж. Это просто нереально. Во-первых, я устану всё это рассказывать. А в общем, да, так и было. А чем вы занимаетесь вообще в плане работы? Ой, чем мы только не занимаемся, сейчас я расскажу. Когда мы приехали сюда, я же пыталась устроиться в школу. Ну, думаю, как бы пойду по накатанной, это уже я знаю, понимаю, есть образование, опыт работы. Пришла, мне говорят, мы не ожидаемся в учителях, у нас всё нормально, нам учителя не нужны. Вот, в общем, ходила по куче разных собеседований. Я, честно, сейчас так сочувствую молодёжи, которая пытается найти работу через вот эти все объявления. Там же один Ари Флейн и ещё какая-то вот муть вообще полнейшая. Я вообще, вот у меня начало жизни в Николаве, это был полный переворот в сознании. Я очень люблю говорить о том, что я человек из провинции, наверное, потому что я этим горжусь. Мне нравится быть человеком из провинции. Это классно, это дало мне кучу офигенных свойств, если сравнивать себя с местным человеком. Во-первых, ну, вот такую, как бы это сказать, ну, я смелый человек, я не стесняюсь. Во-вторых, открытость. В-третьих, я такой хлебосольный человек. Я люблю гостей, я люблю отмечать праздники дома, там, накрывать... Ну, как в соли, чтобы было так всё душевно. В-четвертых, я ненавижу понты. Ну, вот простой человек. Не люблю я понты. Я не люблю, когда люди кичатся, там, сумками дорогими или ещё чем-то. Ну, это такое всё, мишура второстепенная, что даже вот я могу себе купить там какую-то дорогую вещь, «Да я лучше схожу в Пятак и куплю 20 дорогих вещей, постираю и буду их носить». Ну, блин. Ну, как бы, я считаю, что всё это дало мне моё провинциальное происхождение. И фраза, что ненависть к провинции выдаёт в тебе провинциала, я с ней полностью согласна. Люди, которые пытаются максимально откреститься от того, что они из села или их родители из села, они этим самым выдают, что они, ну, и есть провинциалы. А я и есть провинциалы, мне классно от этого. Так вот, мы приехали когда сюда, я там в сельпо устраивалась, там, потаскала эти наполнители для туалета кошачьего, домой пришла, замёрзла как собака, Русик на меня смотрит, говорит, «Ой, нет, давай другую себе поищешь работу». И опять другое собеседование. А когда мы познакомились, он приехал из Америки, он работал по work and travel у фермера, помощником, в общем, и деньги, которые он заработал, я не знаю, как он умудрился их не просрать в 24 года, но он их вложил и купил комбайн 87-го года. Этот комбайн американцы отправили ему сюда, в Украину, он его распоможил, и вот, скажем так, жених мне достался уже с комбайна. Да, и когда мы приехали в Николаев, у нас было два основных актива. Это комбайн, который мы поставили на площадку и записывали в блокноте каждые гривны 25 за маршрутку, потому что все деньги, которые он заработал здесь, если он уходили за аренду территории, на которой он стоял, то есть это же не машину припарковать, когда ты платишь за стоянку, это дорого. Соответственно, у нас все деньги уходили на аренду этой площадки и на съемку за 1300 гривен квартиры. И второй актив – это мамкина закатка, которая сильно нам спасла жизнь. И на следующий сезон мы искали, искали, где нам устроиться. Он тоже параллельно искал работу. Он устроился в Россельмаш. И я к нему приходила на работу, приносила ему обед. Я пришла, а его не было на работе. Я говорю, а что, где он делался? Говорит, откуда ты его там отправили? А я спрашиваю, а что ему надо делать? Надо звонить, приглашать клиентов, чтобы продать комбайн. Я говорю, а можно я попробую? Ну, я ж, типа, вечно. Я всегда прикидываюсь дурочкой. Они говорят, ну, давай. В общем, я начала звонить, алло, здравствуйте, мы компания, мы продаем технику Россельмаш. Супер, комбайн, боже, приезжайте посмотреть. Короче, приезжает чувак, смотрите этот комбайн. Директор на все это дело посмотрел, говорит, давайте возьмем ее на работу. Она так договаривается с людьми. Они меня взяли на работу, в эту же фирму. Поработали мы там с мужем какое-то время. Поняли, как это все вообще устроено. И в 2010, это мы переехали в 2009 году, осенью, а в 2010 году, в апреле месяце, мы зарегистрировали свое предприятие. Как мы зарегистрировали? Мы просто вот в гугле там забили регистратор, бухгалтер по объявлению. Пришли, нашли бухгалтера, заплатили ей деньги. Она нас зарегистрировала, и мы решили, что мы будем начинать работать. Это было абсолютно рискованно, конечно, самонадеянно, безусловно. И наш бухгалтер, она до сих пор, мы с ней сотрудничаем, она предоставляет нам услуги аудиторские и бухгалтерские. Она говорит, вы единственные клиенты, которые обратились ко мне через интернет. Ну, потому что меня в городе все знают. Ну, типа, я в шоке была, что вот ко мне пришли люди из интернета. И, конечно, когда она первый раз нас увидела, а когда мы пришли, это мне было 23 года, ну, значит, я... Ой, господи, это просто... Вот я сейчас рассказываю, мне самое смешное, реально. Потому что я приехала же всего, да, все такие вещи задрыбаненькие. А тут же же феи, тут же же Николай, все богини. И я думаю, боже, одни богини, надо же как-то соответствовать, да. Ну, я перекрасилась, перепалила волосы, они мне все повылазили, мне их вот и вот обрезали. Значит, я представляю, как смотрела на меня, это Ирина Анатольевна. Приходит к ней мужчина, а у меня Руслан высокий, у него были длинные волосы, он играл в рок-группе у себя там в Крыму. Он играет на гитаре, про это вообще отдельная история. Значит, и стоит чувак с длинными волосами, с какой-то странной одеждой. И рядом с ней, значит, помощница на вот таких каблуках, в каких-то лосинах, с перепаленными волосами. Но она, наверное, смотрела на нас и думала, господи, откуда эти идиоты вообще пришли? И они говорят, мы будем продавать сельхозтехнику. Ну, мы такие реально продаем сельхозтехнику. Как это делось? Мы взяли кредит, нашли людей в Америке, купили самую дешевую, которую только можно было, бэушную технику. Они нам ее сюда отправили. И вот муж мне говорит, теперь я тебе не Руслан, я теперь тебе директор. Вот тебе номер телефона экспедитора в Одессе, будешь оформлять сельхозтехнику. А я, представьте, со школы, училка. Я звоню, здравствуйте, да, надо оформить документы. Хорошо, пишите список. Я там все записала, записала, пытаюсь не пропустить ни одно слово, потому что я их вообще не понимаю, этих слов. И я говорю, что такое доверенность? Вот так я начинала работать. Это сейчас звучит немыслимо, но благодаря тому, что мне, в принципе, казалось, что море по колено, все получилось. И мы продали в 2010 году свой первый контейнер техники. Это были старые культиваторы, маленькие, неширокозахватные. А в 2012 мы уже продавали 12 контейнеров техники в месяц. Ну, я растамажила 12 контейнеров техники в месяц. Вот. Мы попали в волну. А сейчас? Сейчас нет. Ну, мы продаем, но сейчас это все очень, как бы это сказать. Просто когда был, ну вот мы были на каком-то подъеме, а потом случился Майдан, а так как мы зависимы от курса валют, потому что это импорт, все, все сгорело. Потому что мы купили в 2013 году, закупили большой объем техники, по 8, курс доллара был 8. А потом мы прилетели из Америки, уже была активная фаза Майдана, и возвращать по контракту деньги нам надо было уже по 26, по 30 и так далее. А наша страна и наше там министерство финансов и податковая система курсовую разницу не учитывает. То есть, вот у вас есть обязательства перед иностранным поставщиком, вы должны погасить эти обязательства. То есть, курсовая разница, это, грубо говоря, ваши проблемы. Но самое страшное, то, что, вот, например, купил культиватор, ну, вот, грубо говоря, например, 10 тысяч долларов он стоит. Это уже совсем с НДС, там, со всеми расходами на приобретение. И, допустим, вот, когда ты его приходовал, это стоило 80 тысяч гривен. То есть, у тебя на балансе лежит техника, которая стоит 80 тысяч гривен под твоим документом, да, бухгалтерским. А ты его в 2014 году продаешь, допустим, там, за 300 тысяч гривен. Потому что в долларах это то же самое, а в гривне это разная цена. И наше государство воспринимает это как прибыль, как наценку. И с вот этой разницей, 300 минус 80, естественно, ты должен заплатить 20% отбест со всей стоимости сделки и 15% налога на прибыль. Ну, короче говоря, все это дело у нас, конечно же, приостановилось. было очень тяжело, реально очень тяжело. 13-й, 14-й год, первый год мы вообще, не знаю, как мы выпутались, ну, всякое, конечно, было. Мы пережили вот за 11 лет и взлеты, и падения, и кризисы, и все, что хочешь. Ну, ничего, не отчаиваемся, еще работаем. Потом мы начали землю обрабатывать. Мой муж арендовал землю, начал выращивать, масляничные, зерновые культуры. Мы поступили в 12-м году вместе в аграрку. Меня брали на второй курс, потому что у меня уже было высшее образование, а его на третий, потому что у него уже было высшее образование и аграрное, то есть он механизатор сельского хозяйства, в Симферополе учился. Но он сказал, нет, мы в один год должны закончить, я тоже пойду на второй. И мы даже на курс пошли вместе на второй. Я закончила учет и аудит, а он агрономию. И он до сих пор учится в агрономии, он аспирант факультета и пишет свою там диссертацию или как это работа называется. Ну, в общем, изучает дальше, плюс ведет аграрный блог, типа рекламка. Рекламка аграрного блога название в описании. Я могу поставить. Вот такая история. Я читал у тебя, что ты пишешь, что блогер любой человек, который... Ведет блог. Ну, как ведет блог. Как-то позиционирует себя в социальных сетях, грубо говоря, да? Вот. Когда ты поняла, что ты блогер, ты себя называешь блогером, когда ты поняла, что ты, наверное, ответственна за то, что ты пишешь и за, наверное, какое-то формирующееся мнение людей, которые тебя читают? Ну, вообще, ответственность я привыкла нести всегда. Так как я рано начала работать с людьми, а я в школе начала работать, когда мне было всего 19 лет, я уже тогда понимала, что работа с коллективным сознанием это гиперответственность. Одно дело, когда ты с детьми работаешь, наверное, кто-то скажет, ну, учителя само собой, а блоги это, типа, другое. Но я так не считаю. Конечно, был период времени, я могу, я иногда пролистываю свои публикации, там, 14-й год, 15-й год. Я веду свой инстаграм с 12-го года, ему уже 8 лет, и мне само интересно прослеживать, как менялся ход моих мыслей, моих убеждений. Это очень классно, смотреть на себя, как бы, со стороны спустя время. Это как живой дневник такой, да? Вот, но момент ответственности был у меня всегда, потому что мне было, на самом деле, неважно, читает меня, там, 10 человек, или тысячи человек. Для меня всегда ценно быть честной с самой собой, быть откровенной, и, ну, быть, что ли, я не знаю, я не могу сказать, что правильной, да? Ну, нельзя судить категориями правильной и неправильной. Ну, порядочным, наверное, быть. Это важно очень. Потом у меня появилось чуть больше активности в Инстаграм, наверное, потому что так работают алгоритмы, то есть, если ты делаешь что-то регулярно, постоянные сторис, постоянные посты, ты там поднимаешься немножко в рейтинге. И когда вот эта тема пошла, немножко у меня прибавилось активности, ну, и за счет того, что я человек мега коммуникабельный, я там со всеми общаюсь, могу просто приставить на человеку в очереди на кассе, спросить, где он так волосы накрутил, там, или еще что-то. Как-то вот я раззнакомилась, у меня стало больше знакомых в городе, куда-то приглашали, может, где-то отмечали в сторис, ну, в общем, такое, появилось больше подписчиков, больше людей, чему я, конечно, очень рада. Потом я погрузилась вот в эту атмосферу блогеров нашего города и узнала определенную инсайдерскую информацию, как у них строятся взаимоотношения друг с другом, что такое Николаевский блогер вообще в принципе. Вообще не знаю. Ну, и не надо, вы много не потеряли, уверяю. Я, конечно, многие вещи, многие выводы меня, ну, не то, чтобы расстроились, расстроили, я вообще никогда там не вкладываю в человека какие-то свои ожидания, то есть, мои какие-то представления о жизни, это мои представления о жизни. Но потом я стала наблюдать такие тенденции, что, ну, типа, как все принятия такое. Вот нам навязывают вот эту тему толерантность. Мы должны быть толерантными, мы должны воспринимать другое мнение и так далее. И, наверное, в какой-то степени толерантность, это и хорошо, она должна там снижать градус агрессии, там, радикальности и так далее. Но нет, я не могу так сказать. Уж пусть меня все простят проевропейские люди, но я не могу так сказать. Потому что толерантность касательно в медиа сфере, вот в интернет сфере, она порождает такое всепринятие, когда уже можно просто все, прошу прощения, ссать в глаза все божья роса. Вот меня это просто злит. Вот искренне злит. У меня растут дети. И когда я смотрю, что они смотрят, я никогда ничего не запрещаю. Мне родители тоже не запрещали. Мне мама говорила, хочешь курить, иди и кури, пожалуйста. Ну как бы если ты покроешься морщинами, прыщами или еще прочим дерьмом, если у тебя пожелтеют зубы, у меня нет денег это исправлять. Как бы так ты и помрешь с этими желтыми зубами. Ну то есть моя мама мне все объясняла. Точно так же я разговариваю со своими детьми. И благодаря тому, что у нас есть коммуникация, есть общение и доверительные отношения, они вырастают ребятами такими понимающими, осознанными. А если мы зададим вопрос, а много мам общаются со своими детьми? Ну вот общаются не в плане, что ты покушал в садике, да, или там, ах, тебя обидел Сережа, а вот подлюкащ, это все его мама, такая же крыса, как и он. Ну, а общаются, объясняя какие-то важные, да, жизненные вещи. На самом деле немного. И я была бы счастлива, если бы родители почаще отрывали лицо от экрана телефона и проводили его вживую со своими детьми, это мега ценно. Так вот, я когда вижу вот эти вот вещи, которые выходят в тренды, меня начинают просто бомбить. Ну, и когда мне предъявляют, да ты просто завидуешь, у них там больше подписчиков. Серьезно? Ну, как бы, когда мне один раз сказали, что я завидую там какой-то блогерши, потому что у нее там, ну, в общем, красивые фотографии, а у меня, типа, некрасивые. Я говорю, слушайте, ну, красота, это вообще субъективное, понимаете? Вообще суперсубъективное. Я, например, никогда не принимала участие в конкурсах красоты, потому что, блин, мне мама всю жизнь говорила, что я офигенно красивая, а у меня нет смысла сомневаться в ее словах. Ну, и как бы, и как бы, я замужем, все нормально, и, как бы, дефицитом внимания я не страдаю. Я никогда не считала дал мне все. ну, не знаю, это глупо, глупые вот эти вот фразы, там, завидуешь, там, или еще что-то. Да нет, я не испытываю зависть. Я, я, если испытываю зависть, то только к тем людям, которые по моим каким-то оценкам круче меня. Ну, например, там, я не знаю, вот я считаю крутой Собчак, мне нравится его. Я считаю крутой. Я считаю, там, допустим, Парфенову крутым чуваком, крутым журналистом. Я считаю, Маргарет Тэтчер была крутая, вообще суперкрутая. Я считаю, Опра Уинфри крутая. То есть у меня свои представления о крутости. Они не вписываются в представление нашего бомонда. Николаевского. Да. Мне даже жаль, что я не могу с ними разговаривать такими категориями. Ну, вот у меня недавно была ситуация, когда я напросилась наглым образом на трансляцию, потому что меня бомбило. Я очень хотела там участвовать, потому что собрались ребята обсуждать низкую явку на выборах. А так как я в этих выборах принимала непосредственное участие, ну, как бы была участником событий, да, то я хотела поделиться своими впечатлениями и сказать, почему такая низкая явка, что здесь вопрос не только недоверия к власти. Ну, да, понятно, мы все испытываем недоверие, но это не самая главная причина. Есть еще такая причина, как, я не знаю, можно мне такое говорить? Похуизм, вот просто похуизм, который меня злит. Я не могу рефлексировать иначе. Если ты ведешь себя как дебил, я не могу говорить тебе, я толерант, все хорошо. Нет, я тебе скажу, что ты ведешь себя как конченый дебил просто, и с этим надо что-то делать. И если бы люди объединялись и с этим что-то делали, если ему 20 человек скажут, что он мудак, то может, он как-то пересмотрит свое поведение. Ну, в общем, я пришла на этот эфир, конечно, закончилось это специфически, скажем так. Я получила удовольствие, это самое главное. А там такое чувство, в принципе, для зрителей все нормально, а то, что там, возможно, кто-то из блогеров потом, впоследствии, что-то где-то у себя писал, но не факт, что за ними кто-то наблюдает, правильно? Или не факт, что вообще мнение тех людей... На самом деле, наблюдает. Мне после этого присылали скриншоты, они же мне, естественно, все в черный список поставили эти блогеры, зачем им проблема, да? Ну, поставили, ты поставили, но самое прикольное, что люди есть, которые на них подписаны, они и на меня подписаны, и они сидят у них, чтобы скринить их информацию и мне присылать. И я говорю, ребята, вот при всей моей благодарности и уважению к вам, так тоже нельзя делать. Это, есть такое понятие, вот, ну, лично в моей жизни, как информационная гигиена. Мы же ходим в душ, да, мы моем голову, мы чистим зубы, мы же заботимся о том, чтобы наша посуда там была чистая, чтобы наш организм был чист. Почему мы не заботимся о своем сознании? Почему мы не заботимся о том потоке информации, который поступает через наши там, все сенсоры к нам в мозг каждый день? То есть, неужели тебе не жалко своих глаз, которые сидят и смотрят каждый день эту чушь? Это просто говно. Я не могу назвать это блогингом, потому что я сказала это, глядя в глаза человеку. Я считаю свою позицию максимально открытой и честной, потому что я не посвящаю этому посты. Я не пишу вот такие посты о том, что, ребята, я вам сейчас расскажу, у нас в городе есть такой-то блогер и он кретин, давайте поговорим об этом. Нет, я не застряю свое пространство этой информации. Когда у меня возникает возможность, хотя это было, как бы, не моя возможность, я думаю, вот так, но мне надо туда пойти, мне надо срочно с этим что-то сделать. И я это принесла туда и сказала человеку напрямую в глаза, вербальным каналом коммуникации. У них был шанс ответить мне чем-то, но люди этим не воспользовались, решили, что они будут действовать своим привычным способом в виде сториз. Окей. Я думаю, что если бы так поступили со мной, а я думаю, что у меня будут такие ситуации, по-любому. И ко мне придут и скажут, Карая, ты там херовый депутат, неправильно что-то делаешь. Я люблю информацию воспринимать вот так, directly. И я тогда буду отвечать тоже напрямую. Если я стушуюсь, если как-то мне будет сложно ответить, я так и скажу, я скажу, слушайте, вот вы знаете, сложный вопрос, мне нужно, дайте мне, пожалуйста, время подумать, подготовиться, и так далее. Если для меня какие-то ответы будут очевидны, я отвечу прямо. Если претензия будет больше касаться моей личной жизни, то я тоже отвечу правильно, прямо скажу, что моя личная жизнь вас вообще не колышет. Но здесь я возмущалась именно вот этой безответственностью, потому что я считаю, что блогеры в нашем городе, не все, я для себя рассортировал на несколько подгрупп, я люблю все систематизировать, есть блогеры, которые, производители, ну вот Яна Беляева, она производитель продукта, и она блогер. Очень крутая комбинация. Это личный бренд, это супер, это просто, я обожаю Яну, я обожаю ее продукцию, я люблю ее как человека, она классный, легкий, приятный блогер, который транслирует добро, счастье, позитивы, радость, просто сплошную. Есть Алла Ворон, тоже моя подруга, которая тоже личный бренд, она изготавливает сладости, и она продает свои сладости, тоже вопросов нет. А есть люди, которые не производят ничего, кроме сторис, тоже, опять же, если они воспринимают себя как рекламные агенты, то они производят рекламный продукт, правильно? То есть, они производят рекламный продукт. Есть блогеры, которые свой рекламный продукт обворачивают в какую-то такую оболочку, ну и у них выстраивается там свой жанр, да, вот они такие жанровые рекламщики. А есть блогеры, у которых ни жанра, ни стиля, ни продукта, а просто... 24 на 7. Да. Просто чушь собачья, вот я не знаю, безграмотная, безвкусная, фальшивая, надуманная какая-то, и самая для меня раздражающая, инфантильная, вот такая инфантильная, примитивная тупость. И на это все смотрят подрастающие поколения. Они думают, нафига мне учиться? Зачем мне получать образование, если вот этот человек не получал образование? И все нормально, смотри, какой он популярный. То есть сейчас, получается, популяризируется то, что тебе не обязательно нужно быть образованным, тебе не обязательно пиздячить, как какие-то дру... Вот кара и лошиха, да, там, вкалывая всю жизнь. Зачем это надо? Надо показывать, что ты можешь быть просто вот таким вот загадочным, обмазаться блестками с ног до головы и рассказывать всем про то, как меня носит на ручках мой зая. И меня это бесит. Не потому, что мой зая меня не носит, потому что он мне говорит, Галя, жрать мы будем сегодня или нет? И, блин, это нормальные жизненные взаимоотношения. И мне хочется, чтобы каждая жена, которая вечером приходит, ее там, Петя, Коля, Вася с работы и говорит, Галя, жрать будем там, что? Она не думала, что вот, блин, я как-то неправильно живу, надо пойти купить курс за полторы тысячи гривен про то, как выстраивать правильные отношения. А чтобы она думала, что на что я просрала половину своего дня, лучше бы реально на Вася жрать сделала. Ну вот, типа того. Смотри, по поводу, ты же инстаграм-блогер, да? Да, да. К сожалению, у меня не получается в этом сильно в фейсбуке или еще где-то. У меня, например, наоборот, как-то у меня инстаграм, да, я транслирую, наверное, ну вообще не на Николаев, а просто вот, вот просто. У меня там подписчики там, Казахстан, Беларусь, Украина, Россия, как бы там, какие-то там, ну вот так. А вот, обратиться к Николаеву, у меня как-то фейсбук работает. На этом у меня так получилось. Вот по инстаграмному, ой, по инстаграмному Николаеву, да, даже вот по тебе. Одно время, ну как бы я занимаюсь инстаграмом, вообще, соцмедиамаркетингом очень давно, уже забросил, потому что мне сейчас уже как-то перестало это интересно быть в плане продвижения кого-либо. Вот. Был такой период, когда все ломанулись в инстаблогинг, особенно это девушки, блондинки, которые прошли какие-то такие около курса, короче, как вести, да. Как отбелить зубы себе, как там нос уменьшить. Ну и, соответственно, какая должна быть фотография, кричащий заголовок, текст, там, какой-то жизненный, с какой-то ситуацией, и в конце какой-нибудь вопросик, там, например, вот, вы тоже ждали, там, как покакает моя собачка, например, я говорила, это в сторис. и как вот, соответственно, получился огромный поток вот таких вот профилей, похожих, таких вот, сама лента такая, и люди, видя какую-то красивую блондинку с кучей текста, уже, скорее всего, пролистывают. Да. Каким образом, например, тебе, задевает тебя это вообще, и как тебе удается с профилем, с заголовком, к примеру, провоцировать ответ? Чтобы люди читали? Это очень сложно. Вообще, в принципе, заставить людей читать крайне сложно. Потому что, опять же, потому что появилась вот эта вот среда, да, такая теплая, тепличная, розовая, ванильная. С этими теми же темами, с этими теми же. И в этой ванильной среде одинаковой люди отдыхают. Но, вы понимаете, я считаю так, что спросит, рождает предложение. Значит, вот, даже вот после намедни, он постоянно проводил параллели культурных явлений и какого-то культурного спроса с экономической ситуацией, да, в стране. Это неразрывные вещи. Всегда культура непрерывно связана с любыми другими процессами, происходящими в стране и в обществе. И я думаю, что чем жестче нарастает кризис экономический и чем тоньше становятся наши кошельки, тем больше у людей потребность вот в этом всем ванильном буфле. Потому что люди испытывают апатию, люди испытывают неоправдание собственных надежд и ожиданий, да, ну, допустим, там, учились хорошо, там, стали крутыми специалистами, а реализоваться не можем. Ну, это нам так получилось, это, ну, сложилась так история, может быть, где-то сработала наша напористость, бесстрашие какое-то, мы оба хорошо говорим на английском с мужем, ну, такие пробивные, и мы команда. А у всех разная история, разная ситуация, ну, там, у кого-то не сложилось. И, конечно, огромное количество людей находится в таком перманентно депрессивном состоянии. И они используют социальные медиа для развлечения, для того, чтобы уйти от реальности. Посмотреть на чужую, красивую жизнь. Да, да. И вот этот эффект замочной скважины, через которую они подглядывают в эту розовую дилю, их удовлетворяют, они как бы успокаиваются таким образом. Но я считаю, что это самообман, и я специально делаю какие-то посты, там, я фотографируюсь возле мусора, я там говорю о бродячих собаках, то есть я постоянно делаю что-то неудобное. Провокационное. Провокационное. Но не потому, что я хочу вызвать реакцию, как бы, а потому, что мне хочется людей немножко встряхнуть и сказать, пожалуйста, сбросьте с себя весь этот, всю эту фигню, она не поможет вам стать счастливее. Только вы сами сможете вырвать себя из этого депрессника. Больше никто. Те люди, которые вас вот так вот расслабляют, они это делают специально, чтобы на вас заработать деньги. Потому что ваши лайки, ваше одобрение, ваше вот это пассивное такое кивание дает им ресурс. Оно дает им возможность и дальше вас объебывать постоянно, впаривать вам дешевые продукты, некачественные, рекламировать с утра до вечера барахло, которое вы же и покупаете. И на вас, вот на вас, на вот этом розовом сиропе выстраивают целое поколение богатых людей, которые не произвели ни одного продукта и ни одной качественной услуги. И мне очень тяжело с этим воевать. Очень тяжело. Во-первых, стереотипы. Ну, типа, ты такая, как они. Я от них ничем не отличаюсь. Тяжело. Тяжело. Очень тяжело. Реально. Мне прям заявить о том, что я не-не-не. Я как бы всех их знаю, но я сама по себе очень тяжело. Реально. Вот, теперь, Маша. Как раз по поводу рекламы. Ну, там, бывает там взаимосимпатия, бывает бартерная, бывают денежные, а бывает как бы человеческое отношение к тому, что тебе предлагают рекламировать. Когда к тебе обращаются за рекламой, как ты на это смотришь? Ну, то есть примеряешь ли ты это на себя и как на это посмотрят твои подписчики? То есть, пользуешься ты на самом деле этим? Могла бы ты этим пользоваться? Нравится тебе это или нет? Либо нет каких-то таких прям четких принципов и ты готова к какому-то бизнесу? Как ты вообще подходишь к этому? Сейчас я открою. Ко мне, да, обращаются, там говорят, вот у нас магазин, там, мы продаем дрели. Да. Вот. Вот сколько будет стоить, чтобы вы пререкламировали? Я объясняю, то, что люди, вы видели мой профиль. Я хоть в каком-нибудь сфотографировался с молотком, но как вы считаете, что если я прорекламирую дрель, что человек подумает, что, ай, какой классный магазин или человек подумает, что у магазина нет клиентов и они обратились к любому миру? Ну, вот. Ну, у меня тоже такие бывают ситуации, что, вот, ситуация двойственная, вот я честно скажу. Во-первых, всем блогерам, абсолютно всем, я постоянно предъявляю, что у них нет своего мнения. А для меня свое мнение, то это гиперважно, это прям номер один. Я ненавижу таких людей, которые и вашим, и нашим, и там улыбнутся, и там посмеются, а на самом деле, как бы им плевать вообще на всех. Вот такие безвольные, бесхребетные, которые везде хорошие, только, пожалуйста, не ругайте меня. Я все сделаю, только не надо мне там хейтить меня, да, и писать мне негативные комментарии. Я с этого начинала, что с самого начала ведения моего инстаграма и вообще, как бы, в принципе, коммуникации со всеми людьми и обществом для меня первостепенно я. Я всегда на первом месте, везде, в семье, в быту, в работе, везде. И в моем, в моей картине мира реклама, вот, это ответственность. Когда ко мне обращаются за рекламой, ну, например, условно, там, духи, я говорю, во-первых, если после моего сториз у вас не купят ни одних духов, я снимаю с себя всю ответственность. Во-вторых, я ни разу не рекламировала дешевые духи, ну, потому что я человеку говорю напрямую, я покупаю духи нормальные, которые мне нравятся, которые качественные, либо я их покупаю где-то в дьюти-фри, и, как бы, это вещи, которые не нуждаются в рекламе. Ну, и, как бы, пока, извините, я рекламу не делаю. То есть, я каждую ситуацию рассматриваю индивидуально. Так как это не мое средство дохода, не мой источник дохода, это очень классно, я супер свободна. Я могу отказать, могу принять, могу помочь, а могу сказать, давай ты сам. это классно. То есть, у меня есть свое мнение, и мне не надо подстраиваться под тенденции, или там, ой, хоть бы кто-то не обиделся. Да, обиделся, иди ты в жопу, мне все равно. И вот, например, ко мне обратились ребята, мы делаем массаж, вот приходите, мы сделаем вам массаж, и все такое. Я говорю, вы понимаете, ну, вот все ребята, с которыми я общаюсь, все знают, что пять лет назад я пошла к массажисту, он мне сделал массаж, мне понравилось, и я хожу к нему все эти пять лет. Я очень моногамный человек, очень. Я могу одни и те же носки уже носить, пока там уже полностью вся моя нога не вылазит, вы говорите за массаж. Все, это человек, который работает с моим телом. Для меня это принципиально. Я не пойду ко всем, потому что бесплатно. Ну да, потому что бесплатно. Нет, я не подаю, говорю, извините, я не могу вам в этом помочь, потому что у меня есть мой специалист, который работает с моим телом, который знает все мои там слабые места, допустим. То же самое там косметолог или еще что-нибудь такое. А косметика или вообще вся бьюти-индустрия это вообще строго не мое. Вот честно. Я говорю, я никогда не могу вам порекламировать какую-то косметику или шампунь или еще что-то. Я говорю, блин, ну ребята, посмотрите на меня. Вот. Я стригу ногти всем в один день. сыну, дочке, себе, мужу. Все. Вот весь мой салон. То же самое на ногах, помыли голову, починили зубы, все, пока-пока. Какая косметика? У меня минимум всего вообще. Я не ношу пластик. Кстати, тема экологии тоже для меня очень важная. И я вот иногда, когда там не могу уснуть, все время думаю о какой-нибудь фигне. Вот недавно я думала, сколько килограмм микропластика можно собрать, если спилить покрытие с ногтей девочек всего нашего города. Ну, да, интересные вопросы приходят мне в голову. Ну, вот это очень неэкологично. Ну, вообще мега. Да, это удобно, да, там скажут девочки, класс, ты встала, у тебя всегда красивые пальцы. Блин, ну, это пластик, который ты носишь круглый год на своих руках и ногах. То же самое эти нарощенные ресницы. Это то, что меня вообще шокировало, когда я первый раз побыла в Николаеве. Я пришла на Польшу, а там сидит фея с вот такими ресницами. Я говорю, Руслан, интересно, чем они здесь питаются? Почему они такие длинные ресницы? Вот. Это все неэкологично, это все некрасиво, неестественно. Для меня естественно и красиво то, что чисто и честно. Поэтому к рекламе я подхожу тоже честно. Бывает такое, что ко мне обращаются ребята скажем так, не с профильным товаром для меня. Ну, то есть, допустим, корм для животных, условно говоря. У меня нет животных. У меня была рыбка и я настолько искренний человек, что когда она сдохла позавчера, я не смогла как бы скрыть радость, потому что сдолбалась ее кормить эту рыбку. Божечки, прости меня, пожалуйста. И Варя моя сидела в машине, она сильно расстроилась и она расстроилась не за то, что рыбка сдохла, а за то, что я не плакала. Я говорю, Варя, наконец-то. Я как бы не могу рекламировать корм для животных, потому что люди знают, что у меня нет животных. Я говорю, слушайте, не могу, не мой товар. А вот по еде, вообще, милое дело. Покушать я люблю, поэтому еду я рекламирую с удовольствием. Но у меня есть очень важный принцип. Я никогда не рекламирую еду, которую я не оплатила. Я сама предприниматель, я сама из бедного детства, и я знаю, что за все нужно платить. И человек, который вложил это в свой труд, он должен получить за это деньги. Ну, это вот мой такой, вот вы можете спросить любого человека, который обращался ко мне за рекламой, и я всем за их товар заплатила. Всем. Еда, доставка или вообще? Да, ну, любая. Любая. Ну, и плюс у меня есть определенные заведения, любимые в городе. Вот я хожу туда, мне вкусно там, мне там нравится. Я хожу в Калифорнию, мне нравится там, мне нравится атмосфера там такая классная. Она мне напоминает Америку, я очень люблю туда ездить. Вот, и там классный персонал, там прикольная еда. Еще некоторые мне нравятся заведения. Ну, вот я прихожу, мне вкусно, я выкладываю в сторис. Если я не хочу, я не выкладываю, я же заплатила по чеку, типа, какие-то мне претензии. Так что с рекламой у меня все максимально прозрачно и честно. Я рекламирую либо то, что очень люблю, либо когда ко мне обращаются люди, которые стартуют. Ну, я всегда поддерживаю новичков, потому что я знаю, как тяжело стартнуть. Особенно женщины. Ну, вот, я люблю женщин, я хочу помогать женщинам, потому что очень многие женщины, когда они, у них появляются дети, им сложно. Я сама знаю, что это такое. Им очень тяжело вырваться из вот этого декретного режима. И когда они там начинают какие-то тортики печь, какие-то пироженки, там, эко-сумочки продавать или еще что-то, всегда помогаю женщинам, потому что, ну вот, если женщины будут друг другу помогать, мы можем давать очень сильную поддержку, опору, это всегда очень круто. Поэтому женщин я люблю, и новичкам женщина всегда помогает бесплатно. И покупаю их товары при этом еще. Вот такое. По Николаеву, раз уж мы зацепили заведение, у меня все равно был такой вопрос, все-таки передача о людях Николаева, о самом городе. В городе конкретно заведение, так тебе приезжают гости, ну, к примеру, из других городов, что ты показываешь, куда ты их ведешь, если ведешь, или вы дома сидите? Ну, мы и дома сидим, и ходим, конечно, по-разному. Николаев вообще для меня мой любимый сейчас город, вообще я очень его люблю, потому что он мне дал кучу здесь классных людей. И вообще любое место делают люди, любой город, любой курорт всегда делают люди. Мы уже говорили яму, да, что я очень ее люблю. Потом места, значит, ну, понятно, прогуляемся по центру города и так далее. Сейчас я так навскидку вспомнить, что, куда я привожу гостей. Ну, у меня просто разные гости приезжают. Американцы, вот, например, когда они к нам приезжают, они очень любят роллы, суши, вот такое, потому что у них, конечно, роллы, суши. И надеюсь, что у нас не будут смотреть американцы, но суши у вас говно. У нас лучше, да? Конечно, да, у нас гораздо лучше. Вот они, когда приезжают, они обязательно идут куда-нибудь в Пекин. Но, недавно я для себя открыла на Адмиральской, оказывается, что это наши знакомые, открыли панда-суши, очень вкусные. Я у них покупаю, у меня все время в машине дожит их меню, и открываю, заказываю, очень вкусные, реально. Я не знаю, как бы, это такая средняя ценовая политика у них. Ну, не сказать, что там самые дешевые, но действительно классные, всех ингредиентов, много, они вообще, пырышки такие, белые, какие хорошие. потом. Я, наверное, даже люблю заведения не только из-за их товаров, но еще из-за атмосферы. Это всегда очень приятно. Например, у меня была ситуация в одном ресторане, в котором модбит, все блогеры его отмечали, классное, классное место. Я тогда пришла, мне было невкусно, я об этом сказала, что, извините, но эта пицца невкусная, она горькая, на что мне сказали, нет, в ней все только топовые ингредиенты, они мне ее забили в счет, я заплатила и больше туда не ходила. Вот у нас около дома есть Зизу, Лена, хозяйка, я ее очень люблю, она вообще потрясающая женщина, и заведения ее Зизу и Шульц мне очень тоже нравятся, они деланы в определенной концепции, и я вообще, в принципе, уважаю заведения с концепцией, то есть, наверное, она очень некрасива с моей стороны так говорить, ну, например, в ресторане Мафия концепции нет, это мое субъективное, это чисто мое субъективное мнение, я могу ошибаться, может быть, у меня просто какой-то неправильный вкус, но я люблю заведения, у которых и есть концепции, ну, например, Калифорния, с ней все ясно, там играет одного от стиля музыка, там мы не услышим, там, Владимирский Централ, или еще что-нибудь, хотя песня неплохая, вот, ну, то есть, все, все в рамках, все понятно, да, концептуально, там, например, там, шоу-бар у них своя история, вареничная, допустим, какая-нибудь, это своя история, а мафия, это все сразу, как бы, я такое не люблю, это, ну, не мой стиль, вот, потому что сверху могут танцевать девушки, топли, снизу детская комната, пожалуйста, папочки, заходим, оставляем детенышей своих, все, они тут играют, тут писают, какают, тут телочек, сиси, пожалуйста, наверх, ну, тут тебе кальян, тут тебе дети, ну, как бы, не мое, вот, но иностранцам сильно нравится, мафия, им все нравится, где есть вот это, побольше, вот, а нашим украинским гостям, соотечественникам нашим, больше всего им нравится, конечно, у нас дома, у нас очень весело, у нас классные соседи, гитара, все очень душевно, теперь еще пора предпринимателей, я очень люблю еще ребят, которые делают спортивные ивенты, и спортивные, вообще, организации, я очень уважаю Валеру Киселя, я его знаю 10 лет уже, вообще, потрясающий человек, он волонтер, он человек с добрым сердцем, он человек, который всегда встретит с улыбкой, и Лену Савченко, я тоже уважаю очень, и ребята, в клубе, в котором я раньше занималась, МК CrossFit, тоже очень, ну, классные люди, очень открытые, у них тоже свое комьюнити, в котором я очень много лет находилась, и с удовольствием, это была не просто тренировка, это семья, в которую ты приходишь с удовольствием, где все, даже не просто друзья, там, я не знаю, ну, какая-то такая связь, очень сильная, и очень приятная, конечно, это создать, все это в комплексе, создает полное ощущение дома, очень приятно, ну, и в городе, ребят, которые это ощущение дарят, очень много, и это очень радует, очень приятно. Я просто вообще, как-то, николаевских блогеров, ну, как таковых, я и не воспринимаю, наверное, ну, что, ну, я когда-то видел, что есть такие, там, ивенты даже, вот это, что люди там собираются, и они, ну, это как-то, мы сами себя, мы сами себя назначили блогерами, сами себя за что-то наградили, я сейчас расскажу, я же была на этом мероприятии, кстати, человек, который бегает с камерой, и там на всяких вот этих, вот, сетилайтах себя показывает, ну, как бы, вот я один раз посмотрел, что он там постит, ну, это вообще неинтересно, ну, скорее всего, это интересно, как мне кажется, вот как раз, ну, каким-то людям, которые практически не выходят из дома, да, они стоят у плиты, им хочется посмотреть на красивую жизнь, да, они смотрят эти 24 на 7, то, что я и рассказала, и, соответственно, он может рекламировать какой-то продукт, ВТБ, например, все, что угодно может рекламировать, чтобы вот эти же как раз люди, которые вот с кухни практически не выходят, а только в ближайший магазин, чтобы вот как раз вот было что-то такое, что они бы покупали, и, скорее всего, это нормально заходит, да, и, возможно, и, возможно, ну, как часть какого-то бизнеса, но назвать это блогером, ну, не знаю, для меня блогер, как-то это вот, информация, это интересный человек, который транслирует свою жизнь в мир, да, ну, вот как-то так вот несет, показывает какие-то свои, ну, свое мнение, свои мысли, там, как-то делится информацией, а не то, что там, вот я иду, и вот смотрите. Ну, вот просто, это очень тоже дельное такое замечание, потому что, когда мы говорили о стереотипах про блондинку, да, то же самое про слово блогер, это слово очень сильно опошлили, ну, да, очень сильно, то есть, вообще, на максималках, и, и вот у нас был партийный съезд, на котором я выступала, ну, и вот представляют, для вас выступает, там, король, ла-ла-ла-ла, менеджер за внешней экономической деятельности, товариство за внешней предповедальностью, агроимпорт, и потом, и блогеры все-таки. Блогеры. Понятно. Сиди там, херней торгует, как бы, это все. Это ужасно. Конечно, мне обидно, что то, что я делаю с удовольствием, настолько опошлено, и примитивизировано, вообще, до какого-то дна. Но, опять же, вот, ну, например, мы можем сказать, что Моргенштерн, козел там, или я не знаю, кто, преступ, преступник, потому что у него там миллионы просмотров на YouTube. Но он же их не сам себе сделал. Это же все смотрят люди. Ну, им нравится, что это? Ну, вот. Ну, то есть, как бы, тут уже вопрос именно к аудитории. Почему вам нравится, что вам вот срут на уши? Почему вам это нравится? Я не знаю. И вот я пытаюсь с этим разобраться. Я знаю, что это дело абсолютно неблагодарное. Абсолютно. То есть, по-любому, я вызываю только в свой адрес негатив, осуждение, критику и так далее. Но мне интересно с этим разобраться, потому что любые манипуляции с массовым сознанием, они всегда про деньги. Всегда про деньги. И если мы, если я говорю про Моргенштерна, то это про деньги. Ему все равно, будет это лайк, или это будет дизлайк. Будет это комментарий, ты клевый, или будет комментарий, чтобы ты сдох. Главное, что? Главное внимание, главное вовлечение, охват. Так он же шарит. Ну, да. Прекрасно в этом разбирается, он знает, что он делает. Ну, так вот в этом и прикол, что сейчас уже концепция содержательности контента, она теряет почему-то свою ценность, а первостепенную ценность преобладает количеством. То есть мы уже не говорим о категориях качества, а преобладает количеством. Я думаю, что этому много чего предшествовало, в том числе и исторические события. Мы пережили там послевоенный период, потом тяжелые 90-е, когда все было в дефиците, когда люди стояли в очередях, пустые полки, пятые, десятые. И сейчас у нас вот этот вот голод, он до сих пор еще не пополнился, до сих пор нам надо, чтобы было много, много сториз, много рекламы, много блогеров, много певцов, певистов и все остальное. И все это раздувается, раздувается, раздувается. Но в какой-то момент, я знаю точно, на 100%, тенденция поменяется, и начнут из этого вытягивать сливки. То есть качество, пойдет акцент на качество. Все люди скажут, так, ну окей, лысых блогеров, рассказывающих про то, куда я ходил, где я ел, и так далее, уже очень много. А кто из них самый интересный, например, а кто из них самый содержательный, кто самый смешной, и начнут уже вот именно другими категориями. Я надеюсь, я верю, я верю в это. сейчас это происходит, скорее всего, не с массами, но, например, у меня так, и у меня так, и у меня тоже так. Я вообще не смотрю сториз, но мне как-то, со звуком тем более. Я смотрю сториз людей, которые мне интересны, ну, например, я смотрю сториз Ирины Хакамады, я люблю ее, мне она нравится, я смотрю ее сториз, я смотрю ее блог. То есть я выбираю то, что мне дарит определенные либо эмоции, либо информацию. Ну, то есть вот это вот ежедневное там, я потренируюсь, доброе утро, мир, утро начинается, а не с кофе. И это я не смотрю. У меня, моя жизнь, нету времени, мне 33 года, ее просто я уже половину своей жизни прожила, мне тут осталась вообще херня той жизни, как бы просрать ее еще на эту всю фигню, я не могу. Даже если вживую этот человек мне симпатичен, но я ему говорю, слушай, извини, я не могу смотреть твои сториз, их просто так много, я типа тебя либо скрыла, либо вообще отписалась. Ну, сори. Информационная гигиена, не забываем об этом термине. Конечно, в связи с тем, что такой термин блогер опошлено, это очень страшно. А я теперь вот как депутат, знаете, о чем думаю? Я вот прямо поделюсь, вы, наверное, будете первые люди, с которыми я об этом поделюсь своими рассуждениями. И думаю, что вы знаете, что текучее правительство действующее легализировало игорный бизнес. Они их освободили на 5 лет от налогов, то есть у них нет налогообложения, все, у них там есть определенный закон, согласно которому они будут работать, что это трехзвездочная гостиница, 5-10, то есть их деятельность так или иначе зарегулирована. Самое главное, что они легализированы, это уже легальный бизнес. И я вот думаю о том, почему они легализуют блогерство как профессию в нашей стране. Звучит немножко дико, да? А я сейчас объясню, почему это было бы круто. Если бы это была профессия, то все блогеры, все это едино, они должны были бы регистрироваться. Ну, например, у меня есть частный, я частное лицо предприниматель, фопник. Я бы в свой фоп добавила квэд, квэд, блогер, все, у меня все нормально. И другие люди тоже бы мы могли бы и должны были бы это по закону сделать. Во-первых, у них бы появился какой-то пенсионный стаж, они бы платили ЕСВ, они бы платили налоги. Ну, подожди, фермеры, вот мой муж, он выращивает пшеницу, выращивает хлеб, он платит, мы платим очень высокие налоги. Почему чувак, который берет рекламу, берет там полторы тысячи за рекламу какого-нибудь говна, из этих полторы тысячи они заплатят 50 гривен, допустим, налог. Ну, я считаю, что это вполне было бы нормально и честно. И тогда слово блогер, оно бы немножко бы не так говнее было бы, потому что сейчас оно где-то вот там. Это тебе уже как бы многие люди стесняются говорить, что они блогеры. Вот мы докатились до того, что человек, у которого классные убеждения, интересные посты, содержательные, какие-то со смыслом, с послевкусием, которых ты читаешь, получаешь удовольствие, а они, не, не, я не блогер. Вот он блогер, а я нет, я не блогер. Да блин, да, ты блогер, но ты классный блогер, ты супер блогер, но Дудь, он классный блогер, офигенный. А почему он должен стесняться этого слова, из-за того, что какой-то Вася продает фуфлуму? Пусть он и продает, а он налоги с этого платит. Все нормально. Ну, вот это было бы, как-то немножко уравняло бы ситуацию. Во-первых, берешь деньги, платишь налоги. Их можно всех поставить на третью группу, то есть они предоставляют информационные услуги, соответственно, они единщики на третьей группе, единщики на третьей группе, они не платят фиксированный единый налог не в, как это сказать, не в денежном выражении, а в процентном выражении. Вот ты, вот заработал, например, 20 тысяч гривен, заплатил 7% со своего дохода, все честно. Овцы целы, волки сыты, все прекрасно. Не берешь деньгами, не хочешь платить налоги, бери бартером, поддерживай отечественного товаропроизводителя, тоже хорошо, правильно? Ну, как бы, я считаю, что это очень классная идея, и вот я, как депутат, скажу вам честно, я это направлю наверх. Я не могу писать законы, да, я на местном уровне. наверху могут так посмотреть, что сделать все с точностью наоборот, и регистрация в соцсетях будет какая-нибудь плата. Да, ты хочешь там рассказывать, давай, ты сначала заплати на бок, а потом... А я расскажу, как это работает. Вот смотри, в Америке, как это работает, у них, у нас же получается не прямая система налогообложения, то есть, есть, ну, их несколько видов вообще системы налогообложения в мире, латиноамериканская, европейская, азиатская, они разные. Ну вот, наша система налогообложения от американской глобально отличается тем, что у нас количество непрямых налогов в общей доходной статье бюджета преобладает над количеством прямых. Прямые, это те, которые ты, вот как я описываю, получил 20 тысяч, 7% заплатил каждый месяц. Это называется прямой налог. А у нас они непрямые, у нас НДС, который в товарах, в услугах, везде учнен НДС. И у нас НДС это, там, 70%, я сейчас очень голословно говорю, очень, я могу ошибаться, но я утрированно, чтобы просто продемонстрировать, что большая часть наших налоговых поступлений это НДС. Но мы же его не платим напрямую. Соответственно, мы такие думаем, а налогоплательщик ли я вообще? И это, в свою очередь, также и расслабляет людей на выборах, возвращаясь опять к той теме. Типа, я не плачу налоги, да мне пофиг, кто их украдет. Какая разница? Они все воруют, они все одинаковые. А если каждый из нас, каждый, и блогеры, в том числе, за свою сраную рекламу платили бы налоги, они бы такие думали, так, слышь, я как бы в прошлом месяце заплатил 7 штук налога, а кто же будет распоряжаться этими деньгами? Ведь эти деньги там, ну, куда-то, что-то пойдет в общегосударственный бюджет, что-то пойдет в местный бюджет, а мне интересно, куда я тут дать деньги. Сейчас я расскажу, ребята, если вы не пойдете на выборы, мои налоги кто-то спиздит, и он будет более заинтересован. А так они не заинтересованы вообще ни в чем, понимаете? И вот я думаю, что их как-то нужно мотивировать и стимулировать. Конечно, это очень сложно. Любой закон сложно урегулировать, ну, правильно, скажем так. вот, например, у американцев, у них, ты платишь по счету в ресторане, 56 долларов, у тебя чек, сверху написано такс, плюс, допустим, там 666. Налог. И ты платишь напрямую, это прямой налог. Вот, если бы у нас была вот эта вот система в денежном обороте за рекламу, а ввести ее, поверьте мне, это не так и сложно. Люди, которые получают, ну, окей, у нас у всех есть какие-то карточки, монобанка, приватбанка и так далее. Если тебе регулярно дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь на карточку, ну, как бы вы что думаете, этого никто не видит. Опа, здрасте, денежки на карточку регулярно поступают, предпринимательская деятельность, я знаю, наш народ очень хитрый, и на один налог придумается 25 способов его обойти, понятное дело. но вот это и пробуждает гражданскую сознательность в том числе. Потому что, когда ты вкладываешь средства, когда ты тратишь деньги, ты заинтересован в том... Ты хочешь за них спросить? Конечно! Конечно! Это как с женой. Вот типа, мужики, которые вообще нихрена не тратят на свою жену, таких очень много. И в принципе, я их не осуждаю, потому что вообще деньгами сложно заработать, делиться жалко. Ну, я прям представляю, она сидит дома, он думает так, ну, что ты там делаешь, поспала, какого-то говноблогера посмотрела, телик повтыкала, кушать сварила, ой, ты устала, прям страшное дело. А я там целый день отмонтулил где-нибудь. И... К чему я ей дай зала, господи? Снова как жена. А, вот как жена. И вот он такой думает, так, я деньги заработал, пойду и себе что-то куплю. На рыбалку, на охоту, еще там на какие-то свои хобби. А, что ты там, что-то себе купить, купить хочешь? На, вот тебе тысячу грильм, вкладывайся, как хочешь. Много таких ребят. И она там как-то вкладывается, с детских берет, на детские деньги себе там шубы покупает или еще что-нибудь. Вот он, вот когда он ее не вкладывает в нее, ему и выбора здесь здесь не жалко. Это очень грубо звучит. Это ужасный сексизм. Но так работает в жизни. А когда ты, так, дорогая, тебе не надо сидеть дома, давай откроем свое дело, давай ты будешь там собак стричь, например, у тебя будет парикмахерская для собак. И он помогает в нее, помогает ресурсами, материальными, какими-то моральными. Он в нее верит. Они в друг друга. Он живет. Слышишь, куда с ней расставаться? Во-первых, она бабки зарабатывает. Во-вторых, я как бы столько нервов просрал на эту бабу. Не-не-не, будем жить уже вместе. Это тоже объединяющий фактор. Поэтому вот все, что завязано на задействовании ресурсов, оно все тебя мотивирует ну как бы вникать в события. Есть такая интересная тема, тоже касаемо блогерства. Просто я одно время, ну вот, я веду YouTube канал, как бы, уже с 14-го года вроде. Вот. И у меня разными периодами. То я показываю одно, то другое. У меня был период, когда я снимал видеоблог. То есть, это мне надо было там каждую неделю, например, делать какой-то выпуск о том, что я сделал. Это очень похоже на то, что сейчас происходит в Instagram. Stories, да, какие-то публикации, контент-план. Вот. И я в какой-то момент почувствовал, что просыпаясь, я думаю о том, куда мне пойти, что мне сделать для того, чтобы у меня был контент. То есть, я начинаю жить ради контента. Ради контента, да. Есть такое у тебя? Или ты живешь своей жизнью и из твоей жизни вытекает контент? Либо ты иногда понимаешь, что ты уже начинаешь зависим, ну, быть зависим от контента, потому что, например, пилить stories все время с одной комнаты неинтересно и надо запилить откуда-то еще. И надо специально ради этого куда-то поехать, чтобы вот это сделать. Это очень классный вопрос. Это то, в чем я постоянно обвиняю других блогеров. Ну, вот я приведу пример. Я ездила зимой отдыхать, я удалила свой инстаграм. Вообще, там, я думала, на месяц удалю, ну, отдохну, типа там, немножко такая, разгрузка такая от интернета. Потом мне начали все во всем мессенджере писать, кара, куда делся, что такое, ты умерла, или что с тобой случилось, телефон украли. Я говорю, да нет, у меня просто детокс, я хочу отдохнуть от телефона. Так вот, по поводу контента и таких созависимых отношений между блогером и его блогом. На самом деле, это очень распространенная штука, и я среди своих знакомых блогеров наблюдала такие моменты, когда они становились заложниками своего зрителя. Типа, зритель хочет, чтобы было смешно. И все, и даже если у тебя депрессуха, ты должен смешить. Я сильно сочувствую таким людям, реально. Я вот прям искренне им сочувствую при всем моем отношении к их блогу и к этому продукту. Я считаю, что это крайне сложно. Когда у тебя нет ресурса, а ты вынужден это делать, это уже работа. То есть, ну, нужно как бы разграничивать блогеров, у которых это работа, у которых это основной источник их денежных средств, и блогеров, у которых это удовольствие. Мой блог это удовольствие. Я это делаю, потому что мне нравится, мне приятно. Это мой средство, коммуникаций с людьми, когда я пытаюсь им донести что-то, либо какие-то идеи, либо какой-то протест, возмущение, давайте повозмущаемся вместе, предпринимателям жопа, на пиздец, коронавирус, давайте поэто... Ну, вот бывает такое, что мне хочется, чтобы люди немножко повозмущались вместе со мной, а бывает, наоборот, я хочу радостью поделиться. Ну, то есть, по-разному, разные ситуации бывают. Но самое кайфовое, то, что это свобода. Если мне, если я заболела, я не сижу в сторисе, просто болею, я лежу, болею, мои охваты умирают, мой там, просмотр в сторис, там, три человека, и я говорю, здравствуйте, спасибо, что вы все еще со мной, вот я ожила, как бы, а может, и не говорю, но в любом случае, у меня есть какой-то определенный костяк людей, которые смотрят меня вне зависимости от того, записываю я раз, неделю, на каждый день. Конечно, у меня редко такое бывает, что я там выпадаю, там, на энное количество дней. Просто бывают такие дни, когда у меня много сторис, а бывают дни, когда их две, и это скриншот какого-нибудь мемаса, например. Если это два скриншота, значит, ясно, понятно, что времени сегодня у меня не было вообще. Вот, например, весь сентябрь я продавала виноград. Мы изготавливаем вино, к нам приходилось виноградник, машины за машиной, машины за машиной. Мне муж говорит, продавай виноград. Я этого тоже не делала никогда. Каждый год у меня какой-то новый челлендж. Мне каждый год приходится делать что-то, с чем я не сталкивалась никогда в жизни. Ну, представь просто картину. Я прихожу, я говорю, любоми, 20 тонн винограда, продай, пожалуйста, сегодня, по 12 гривен, не дешевле, потому что иначе мы уходим в минуса. Ну, и берешь и продаешь. Ну, конечно, в этот момент мне не достоинств, потому что, если я буду писать, ребяток, hello, come on, покупаем у меня виноград, все скажут, ну, как мне этот виноград сдался, который винный, или завези килограммчик, я больше потрачу времени на ответ, чем продам этот виноград. Все, нету сториз, я не умерла, все хорошо, я просто работаю. Мне некогда. Это очень кайфовое взаимоотношение, когда это естественно, когда это свободно. Есть время, есть сториз, нет времени, нету сториз. Есть контент, значит, много реакций. Если контент такой бытовой, неинтересный, значит, реакций мало. Обожаю, конечно, снимать сториз, ну, ой, в путешествиях, но даже в путешествиях я стараюсь себя, ну, типа, ловить на мысли, мы идем туда, чтобы снять сториз, или мы идем туда, чтобы погулять. Вот. Мы это с мужем всегда проговариваем, потому что он мне говорит, вот мы ездили, вот год назад, мы ездили на Ниагарский водопад. И, конечно, мне хотелось все поснимать, 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 и потом, господи, что снимать, это водопад. На тебя тупо херачит вода, ты весь мокрый, какой снимать? Я засунула эти телефоны под полиэтиленовый этот плащ, и просто кайфовала, получала удовольствие. И у меня куча таких вот моментов, где я думала, да жопа этот телефон, давай, понурачимся, или там, набухаемся в хлам, и будем рыгать в одну сторону, и под их найти сториз, понимаешь? но вот эта свобода, это офигенно. Вот тогда блок в удовольствие, и контакт с людьми в удовольствие. Что ты нам принесла? Да, я принесла. Да, так нам надо какой-то сам по себе конкурс. Сам по себе конкурс. Так, что же такое придумать? Так, ну я сейчас расскажу, что я принесла. Я принесла для пьющих. Вы не пьющие? Угу. А, ну это просто трезвенники, а это для тех, кто нормальный. За всех не отвечает. Я принесла Каберне Савиньон, это наше вино, первый год, вот тут написано 20-й год, называется Данеро Фарм, мой муж Руслан не рода, а мой сын Давид, Давид не рода, Данеро Фарм, ну потому что мы фермеры, у нас фермерские господарства, ведь это мы работаем своими руками. Я сразу предупреждаю, Каберне еще не стабилизированное, то есть оно не отфильтрованное, оно еще не очищено от всех примесей, может быть вкусовых, поэтому если попадется так, что это выиграет человек-гурман, который очень тонко разбирается в вине и по первому глотку может определить количество пыли в десятом ящике в бочке, я дико извиняюсь, но мне нравится. Немножко затронули тему самонаграждения, у нас в прошлом году вот этот ивент, на котором собрались блогеры Николаева, это был очень специфический такой экспириенс в моей жизни, потому что меня пригласили туда, учитывая то, что из всех людей присутствующих у меня было самое маленькое количество подписчиков, то есть я была типа самый непопулярный блогер там, и конечно я получила кучу критики, типа, а что там кара, а не какая-нибудь там условно другая звезда нашего местного блогинга. Но так сложилось, что у людей есть еще свои межличностные взаимоотношения, и как бы выбрали из меньших зол меня. И мне дали награду, типа, титул «Самый честный блогер». Это, конечно, очень лестно, принимать это от простых блогеров. Ребята, я извиняюсь. Ну, раз уж я честная была, то будем называть вещи своими именами. Вот, я бы очень хотела, чтобы люди пережили больше, чем час моего монолога. Я прошу прощения, что я, как обычно, мало паузы делала. Я работаю над собой, буду стараться, честное слово. Пусть мне придумают какой-то титул, такой не обидный. И мы... я сама честная выгода. Ну, да, да. Ну, типа там номинация какой-то, это, допустим, не буду предлагать свои варианты. Всё, ребят, вы слышали условия, так что предлагайте в комментариях под этим видео, а от меня уже такой получается традиционный конкурс. Кто угадает следующего гостя, тот получит, опять же, футболку в время пить чай. Вот, спасибо тебе, что посетила нас. Спасибо за приглашение. С тобой просто столько много можно разговаривать, тем много уложить в час получается, что невозможно практически, да, мы там взяли блогинг, немножко зацепили Николаева, ещё осталось такой ряд тем, которые, ну, хочется договорить, вот, и если не против, мы встретимся ещё раз. Дорогие подписчики Любомира, я уверена, что его смотрят только осознанные, глубокие, неповерхностные, умные люди. Я прочитала комментарии под предыдущими видео, я могу твёрдо в этом быть уверена, и, во-первых, я хочу вам всем сказать большое спасибо, что вы меня слушали, что вы смотрите его канал, ставьте побольше лайков, и помните, мы все можем называть себя, да не-не-не, я не блогер, но нам всем нужны лайки, комментарии, репосты, охваты, и побольше, пожалуйста, потому что, чем больше людей будут об этом знать, тем больше ресурса будет у блогера давать вам ещё больше качественного, интересного продукта, не забывайте об этом. Спасибо. Всё.